Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. И сегодня я хотел бы показать вам моё очередное видео по теме Дебютные катастрофы. Сегодня я покажу вам 4 партии, начатые одним и тем же ходом белых. Ф2 и Ф4. Шахматная программа, которая автоматически действует за кадром, будет нам помогать с помощью стрелок видеть непосредственные угрозы. Этот дебют называется дебютом Бёрда. И в первой партии международный мастер Гонсалес из Коста-Рики против американского международного мастера ЛЮГА, сыгранная в матанцасе Куба в 1994 году. Чёрные ответили ходом d5. Последовало Кf3, g6, g3, слон g7, слон g2, c5, d3, c6, рокировка, f6. Эта позиция как бы из ленинградского варианта голландской защиты, но с перевёрнутыми цветами и с лишним темпом у белых. То есть белые играют как чёрные, с лишним темпом. Конь c3, рокировка, e4, d, e, d, e, слон e6. Позиция примерно равная. Слон e3, ферзь a5, h3, ферзь b4. Чёрные нападают на 2 белых пешки. e4, b2, ферзь e1. Конь бьёт на e4. Конь бьёт на e4. Ферзь бьёт на e4. Белые задумали поймать ферзя. И сыграли конь d4. И действительно у ферзя как-будто нет полей отступления. Или ферзь бьёт на e3, шах. Ферзь бьёт на e3. Слон бьёт на d4. И белые сдались. У них на одну фигуру меньше. В следующей партии Гулен Рамирес против Карбина из Барбадоса. Сыгранные на Олимпиаде в Стамбуле в 2000 году. Белые после f4, вернее чёрные, пошли e5. Это так называемый гамбит Фрома. Чёрные должны считаться с тем, что после хода e4 возникает королевский гамбит. Фе, d6. Чёрные жертвуют пешку за инициативу. Еd. Слон бьёт d6. Конь f3. Слон g4. g3. Возможно, было e3 с небольшим перевесом у белых. g3. h5. За пешку у чёрных есть компенсация. d4. Конь c6. Слон e3. Ферзь e7. Ферзь d2. Конь f6. Слон g2. Конь e4. Ферзь c1. Лучше было Ферзь d3. После длинной рокировки позиция чёрных предпочтительная. Ферзь c1. Длинная рокировка. Короткая рокировка. h4. Это называется прямая атака на короля. Конь бьёт h4. Ладья бьёт h4. Гх. Ферзь бьёт на h4. Слон f4. Конь бьёт на d4. Белые сдались. Возможный вариант. Ферзь e1. Конь бьёт e2. Шах. Король h1. Ферзь бьёт на e1. Ладья бьёт на e1. И конь f2. Мат. В следующей партии. Кан против Камельера. Сыгранный в 1974 году на Олимпиаде во Франции. Чёрные сыграли на f4. Возможного вариант. Ферзь e5. Ферзь f3. Ферзь d6. Проблема на b6. Фх. Фх3. 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 Фх4. Фх3. d4, g4, конь g5, f5, e4, e7. Правильно было сыграть h6, если e5, слон e7. Есть Кh3, gh, fh5, шах, король f8, слон c4, ладья h7. Позиция чёрных лучше. Они же сыграли в партии слон e7, Кh3. Теперь белые стоят лучше. gh, это плохой ход, fh5, шах, король f8. Лучше было король d7, но после ff5, король e8, fh5, король d7, fbh3, шах, король e8, fh5, король d7. У белых решающая атака. Кf8, слон c4, фе8. Это проигрывает моментально. Слон e6, шах, и чёрные сдались. Кf6, ff6, мат. В последней партии. Гау против гроссмейстера Золтана Варги, сыгранной в Зала Кароси, Венгрия, в 2001 году. Белые после f4, d5, Кf3, g6, сыграли e3. Слон g7, d4, конь h6, c4, c6, конь c3, рокировка, ферзь b3, dc, слон bc4, b5, слон e2, a5, конь e4, конь a6, слон d2, слон e6, ферзь c3. Лучше было ферзь c2, с примерно равной позицией. Ферзь c3, слон d5, конь c5, конь f5. Рокировка. Этот очевидный ход является решающей ошибкой. Правильно было конь b6, ладья b6, ферзь c2, с равной игрой. После рокировки последовало слон bf3, конь b7. Если слон bf3, то конь bd4. И после ферзь c1, конь bf3, шах, ладья bf3, конь bc5, ферзь bc5, ферзь bd2. И чёрные выигрывают. У них лишняя фигура. В партии после рокировки слон bf3, конь b7, последовало конь bd4. И белые сдались. После слон bf3, конь bf3, ладья bf3, слон bc3, конь bd8, слон bd2, конь bc6, король c7. У чёрных лишняя фигура. Это было моё видео по теме дебютной катастрофы. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, абонируйте мой канал и комментируйте эту партию на YouTube. До свидания! До следующих встреч!